всем привет дорогие друзья сегодня мы находимся в магазине банана репаблик вот такой магазин с таким смешным названием девочки которые живут в америке или в канаде конечно его знают возможно и в европе его знают я не уверена может быть он существует в россии не знаю не могу точно сказать но у нас он очень популярен и магазин этот одно время был прямо вот такой вот мой что называется куту магазин куда я ходила когда я хотела найти какую-то хорошую одежду потому что там в общем-то как бы хорошее качество не очень ну то есть не очень дешевые цены ну вот на распродажах можно было что-то купить когда был сезон распродаж перед крисмашем после крисмаса у нас обычно распродажи происходит в черную пятницу в общем но сейчас вот вернувшись не очень после какого-то времени что я в нем отсутствовала я с удивлением обнаружила что цены выросли очень сильно как бы просто как бы не знаю слов нет но не сейчас не об этом тем не менее я кое-что тут нашла посмотрела взяла примерочную некоторые вещи мне понравились не могу сказать что у меня получились хорошие комплекты в этот раз если честно сразу вас предупреждаю получились смешные яркие очень неординарные но может быть не самые удачные мои комплекты которые у меня получались вообще во время за все время что я снимаю видео на мой канал кстати мне очень нравится украшение в этом магазине но они тоже такие знаете кусаются цены ну вот опять же на распродаже бывает что то можно купить но не знаю посмотрим как будет в этом году пока что цены такие что руки не тянутся кошельку что-то купить и унести домой но тем не менее я нашла несколько очень интересных вещей очень ярких очень таких знаете запоминающихся бросающихся в глаза сложила их вместе так или и так по-любому в общем получилось то что получилось надеюсь что вам понравится приятного просмотра всем огромный огромный привет мы сегодня находимся в магазине banana republic это очень большой американский магазин большая очень сеть очень известная очень популярная очень любимая многими американцами и канадцами в том числе не дешевый магазин я давно здесь не была с тех пор как я здесь не была он стал по моему раза в два дороже чем я помню его но такая жизнь что делать не ничего не дешевеет все все только дорожает продавцы здесь работают на комиссию девочки поэтому я думаю что каждые пять минут мне будут стучать дверь и спрашивать не нужно ли мне что-нибудь потому что когда я ходила по залу там уже в общем то они бегали за мной со всякими вопросами чем мне помочь и все такое но я понимаю конечно все хотят заработать так я сегодня цыганка азо сейчас попробую себя снять значит я изображала буха стиль поэтому нарядилась в такой платье сверху жилет много бус много браслетов ну получилось немножко больше по-цыгански чем по-буховски что в общем то близко одно другому сюда бы очень хорошо подошла например куртка косуха или джинсовая куртка но у нас очень тепло у нас просто ширейший бабе лет у нас 24 градуса и я попыталась этим жилетом изображать какие-то слои что получилось то получилось и вот такая вот цыганщина у меня сегодня собой то в общем то осень осенью а шикарное летнее платье которая стоит дофига 382 доллара на распродаже я прихватил я сангу тэнки я пенки самать я вам говорила платье вот это вот шикарные просто просто я хотела его померить я не буду покупать это просто безумные деньги совершенно безумные деньги платить за это это представить она распродаж по моему она стоила 400 чем-то до до распродажи просто хотелось вот прикинуть на себя ну и все у нас тут веселенькая очень красивый кашемировый свитер а это моя сумка если буха так уже буха то до самого конца на самом деле ботинки это тоже был немножко стретч ну как у нас очень тепло можно было в туфлях пацанушках но опять же изображаем буху поэтому нужно прикать такие вот ботиночки так сейчас я наверное сниму себя все я имею ввиду вот эти вот цацки потому что я вам хочу сказать что в прошлый раз когда я делала примерки в магазине массима тут я вот таким образом потерял браслет потому что нам не было много браслетов каких-то босс и я примеряю что-то видимо у меня как-то съехал с руки и в общем когда я вышла уже из магазина и поняла что у меня не хватает одного браслета я метнулась назад в магазин но его как бы уже след простыл не нашла короче говоря на видео я увидела что я как бы вот в какой-то момент я снимала и видела что браслет был-был а потом в какой-то момент с руки исчез то есть он видим соскользнул во время там я мерила всякие свитера и вот так то есть терпим убытки ну ладно поэтому я сейчас все вот это вот сниму потому что у меня еще тут свитер и в общем такие вот свитера и все это будет цепляться неудобно короче все начинаем примерки девочки яркая осень первое платье я взяла его очень большого размера потому что я смотрела на него в зале и понимала что вот здесь вот это как бы она очень узкая ну могло быть конечно я могла взять и меньше размер не поверите это 16 размер здесь вот видно что она она довольно большое а вот тут вот как бы я не знаю зачем они сделали таким таким маленьким это был 16 или 14 размер девочки чтобы вы понимали это где-то наверное extra extra large переводе на европейский не так чтобы она мне уж так великого значит цены и состав я даже не знаю звучит или нет если честно то цены меня пугают когда смотрю на эти цены я не помню таких цен в этом магазине ну просто ради интереса будем примерять и рассматривать интересные вещи значит платье у него здесь замок довольно такой глубокий вырез у меня еще одно есть вот такое же такое же точно платье только другого цвета я не знаю ну просто для создания каких-то образов вот такой интересный рукав у этого точно такой же не знаю что за состав не могу понять но цвет такой ой как длинная наступаем цвет такой яркой красной пожарной машины очень красивый кашемировый свитер у них вообще много красивых кашемировых свитеров вот есть такого цвета есть сиреневого потом есть есть такие знаете нейтральные цвета бежевый серый в общем-то как бы ну мы же как бы не знаю у меня какое-то светофорное настроение ведь еще брюшки желтенькие есть будем если уже будем создавать светофор так уже будем создавать светофор по полной ну просто я так а дело одно одно с другим просто потому что вот красная с красная с зеленым очень спорное сочетание но мне очень нравится это очень яркая я уже где-то так примерял по моим зале у меня были такие же примерки я держу потому что она очень длинная если я еще под низ надену желтый брючат а вот эти мы будем с вами полностью полностью настроение светофор цвет настроение светофор я еще прихватил с собой такое пальтишко красненькое в тонко к платью и подумал что зеленым свитером это будет вместе очень красиво на самом деле платье это не в тему как-то не очень потому что она какой-то совсем тонкая летние и что они танцуются вместе со свитером я честно говоря думала что будет лучше потому что я узнаете иногда бывает что тонкие такие летние юбки платье в принципе неплохо выглядят со свитерами с куртками с пальто но вот это как-то что-то в нем не то не знаю не нравится мне как она выглядит со свитером но ничего сейчас я померю это с желтыми брюками если мы говорим светофоре то это будет самый 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 что ни на есть светофор ну как вам такое сочетание мне не нравится мне интересно было сиреневая с красным ужасно выглядит если честно я не ожидала что так плохо выглядит сиреневый с красным просто совсем не играет вместе плюс вот этот вот здесь в принципе это такой топ вязаный я его использую как жилет он совершенно не не танцует с этим вот вырезом здесь и как бы все вместе это как-то там цвета вместе совсем не сочетаются на удивление хотя оба цвета красивые но вот как-то вниз не легло не сложилось сняла это платье что там у меня не сложилось ни с чем хочу показать просто для чтобы понимали какой стране мы живем 175 долларов она стоит на селе и стоила на 209 это 16 размер она такое какой-то маленькая и я посмотрел состав стопроцентный полиэстер вот так вот за такие цены стопроцентный полиэстер ужас я честно говоря думал какой-то вискоза хотя бы хоть чуть-чуть что-то не даже и намека нет вот это лучше немножко потому что это платье совсем что-то не зашло мне так брелки чуть-чуть мне маловаты нужен каблук на них повыше каблук нужен конечно в них повыше потому что это такие брюки палаццо а я на совсем таком низком каблуке вот если одеть повыше каблук то будет выглядеть лучше наполня от меня они конечно потому что в принципе такой цвет и фасон не совсем мой наверное нет не для моей фигуры но вот скажите что желтая с зеленым это очень красиво сочетание мне очень нравится этот свитер но он офигенно дорогой он стоит как моя почка потому что по-моему он кашемирован и я сейчас проверю точно не скажу ну вот смотрите какое веселенькое сочетание на теплую и не очень грязную сырую осень как вам такое ну конечно эту матч это я просто знаете экспериментирую мне просто было интересно посочетать все эти цвета вместе но это конечно перебор даже для меня даже я с моей любовью к ярким цветам считаю что это нет что-то у меня сегодня не складывается девочки как-то я мимо кассы все у меня получается ну в общем то вот так конечно желтые эти брюки с этим пальто это ужас ужас ужасно вообще пальто красиво пальто мне нравится если мы не будем смотреть на на нижнюю часть моего туловища оно ну это даже не пальто такой полупиджак даже очень симпатичный но с этими брюками конечно ужас ужас вот еще один свитер тоже кстати неплохой он такой с замком здесь отворот по рамбом в прошлом году это было модно в этом уже не знаю как но они немножко отстали с брюками конечно лоханулась что-то к ним ничего не подходит они такие яркие я все-таки думала что как-то будет знаете яркий цвет немножко больше так сказать веселее сделать нам немножко ярче картинку но как-то они очень ни к чему ни с чем не не танцуют даже вот серым свитером какой-то цвет такой знаете сложный очень трудно что-то подобрать ну свитер в принципе неплохой свитер хорошую сюда бы джинсы или какие-то обычные серые брюки или черные брюки было бы классно даже белые брюки ну кремовые такие с этим свитером было бы классно ну конечно эти желтенькие это конечно то мать сняла их нафиг что-то они мне ни с чем не танцуются значит это размер 8 американский стоят они 200 долларов но в их оправдание я должна сказать что сделано не из чистой шерсти сама вот эта ткань а подкладкой метровая ну хотя бы вот брюки шерстяные и давайте я вам расскажу про это пальто который мне очень понравилось это размер медиум слава богу значит хоть не ларч стоит она 329 долларов и сделано тоже стопроцентной шерсти ну хорошо хотя бы я немножко ну как бы не так ужасно хотя бы хотя бы шерсть уже хотя бы как-то можно оправдать эти цены сумасшедшие потому что просто какой-то какой-то трэш знаете я не помню это был не дешевый магазин я не помню таких безумных цен чтобы в нем были у него давно не была во-первых у них уменьшились лекала как во всех магазинах которые очень очень выросли цены вот незадача какая-то странная странная тенденция лекала уменьшается а цены растут от тела еще мужской спрой этот свитер он стоит 299 300 долларов размер медиум и это стопроцентный кашемер это в общем то 300 долларов но все равно это очень дорого даже для кашемерового свитера можно найти в других местах более дешевые вот даже где-то мы мерили последний а в массе мы доте они там было шерсть кашемером но неважно я видела в других магазинах но за 150 ну за 200 долларов можно найти кашемеровый свитер в канаде чисто кашемер но за 300 знаете не знаю как то не нравится мне все это как этот свитер тоже у нас размер медиум стоит он 220 долларов я вам хочу сказать он пол шерсти на 40 процентов шерсти остальное там разная шняга синтетика ну как бы тоже знаете 200 долларов за пол шерстяной хотя он неплохой он так сидит неплохо так хорошо сделан хороший цвет еще этот желез хотел вам заснять он размер экстра large чтобы понимали какие тут разные вообще сейчас у нас или за 72 доллара сколько он стоил я не знаю и он стопроцентный картон вот такая вот жилеточка или вернее тупик не знаю как лучше назвать это платье такое же как красное того же 16 размера я на него наступаю намного и симпатичнее хотя на вешалке вот смотрите да на вешалке вот этот вот красный цвет все доберусь на него выглядело очень красиво она была лохматилась а вот это такого цвета знаете непонятно какого какой-то серобурмалиновый да защитный ну такой красивый вот когда его надеваешь на себя я думаю что он намного лучше будет выглядеть и с этим пальто и даже с этим жилетом и даже вот с этим свитером сейчас я все это померю покажу мне просто интересно насколько цвета могут сочетаться не сочетаться между собой насколько это вот все все индивидуально и все надо примерять и прикладывать друг другу ну вот неплохо же мне кажется неплохо вот серый свитер вот с таким вот платьем они неплохо выглядят платье в качестве юбки и свитер сверху совсем неплохо если смотреть на цены в этом магазине то вещь хорошая просто цены какие-то безумные совершенно безумные мне очень 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 нравится вот этот пиджак пальто и вот с таком будет сочетание даже в принципе это платье не выглядит каким-то диссонансом даже то что она летняя не очень уточна сегодня будет для всех этих примерок на самом деле должны были быть какие-то сапоги такие каблук повыше цвет этих ботинок тоже как-то не очень танцуют со всем этим ну вот если надеть вот такой свитер с этим таким пальто спокойный серый свитер с белым воротняком вот это пальто она очень очень неплохо нет все равно вот этот жилет у него такой цвет сложный мне кажется здесь на чем он будет хорошо смотрится это с белым вот если надеть белую рубаху и и футболку и джинсы я сейчас звучу как все стилисты наденьте белый футбол или белую белую рубашку и вот сверху и какие-нибудь джинсы и вы прям все у вас будет в ажуре но на самом деле такой цвет такой такой сложный цвет мне кажется вот этот сиреневый что к нему очень трудно очень очень трудно что-то подобрать вот белое по моему будет хорошо больше ничего как бы я тоже мне даже трудно придумать какой еще цвет будет хорошо с этим жили вишенка на торте хотела сказать но это не вишенка это целая такая вишня конечно платье шикарное что говорить тоже не все такое наденут потому что уж очень оно такое знаете испанка испанка прямо фламенко танцевать в нем очень прям такое знаете летнее платье конечно к осени не имеет никакого отношения она сейчас на распродаже это платье запах в очень красивых таких вот бабочках она есть еще такое синие она стоит очень дорого очень мне нравится как она сидит как все платья запахи которые на мне очень хорошо сидят красивые такие пышные рукава абсолютно шикарное конечно платье с куча ткани такой огромная совершенно юбка очень объемная очень красивая такая но точно вот знаете пастаньеты в руки и испанские танцы танцы кармен кармен и фламенко красиво конечно но знаете не для даже не для жизни но куда в нем в таком ну да может на курорт наверно где-нибудь на карибах в нем можно ходить ой карман нет на карибы на курорт можно в таком поедете опять же обувь моя здесь не в тему совсем но она конечно очень красивая но очень такой а еще учитывая сколько он стоит это вообще в какие ворота не в какие ворота в общем такой вот платье размер 8 382 383 доллара стоит на распродаже а стоило по моему 450 до распродажи или что-то такое ну да она стопроцентный хлопок я понимаю что пять оршинов ткани на него пошло но все равно это конечно перебор такая цена не знаю не знаю ну что вам сказать девочки больше всего мне понравилось вот это сочетание свитера зеленого и вот этого красного пальто по моему это очень красиво цвет не передает сто процентов камеру поэтому может быть вам это не выглядит очень красиво но поверьте мне правда это действительно красиво вместе ну да светофор но но красиво красиво светофор тоже имеет место быть все дорогие девочки такие на сегодня были примерки очень неоднозначные такие немножко странные много цветного много странных сочетаний странных цветов каких-то таких очень я не могу сказать что мне это тоже понравилось честно говоря я сама не очень довольна тем что сегодня получилось у нас но идешь внимание когда не знаешь что в магазине и когда не знаешь что как бы что найдешь и размера вечного все это я же говорю только лекала уменьшают цены увеличивают все увидимся в следующем видео надеюсь что вам было весело надеюсь что вам было интересно ставьте мне пальчик подписывайтесь если не подписаны привет с канады пока пока всем байк